Всем привет! Делаю новый поплавок для меня, типа кивок. Эту версию рыбаки называют кто акробатом, кто перевертышем, хотя и прежняя версия, которую я делал, тоже переворачивается при сильных поклевках. При попытке сделать этот акробат использовались подсказки коллеги рыбака. Ник выше указан. Спасибо ему большое. Ну и пришлось самому поразмышлять. Главным серьезным отличием этой версии поплавка от прежней является стационарно приклеенный плоский груз к телу поплавка. Теперь сначала в общем. Этот поплавок состоит из тела, в качестве него я использовал шарик от дезодоранта. Также можно использовать другие похожие шарики и контейнеры. Потом из груза, приклеенного снизу, пластиковой трубки диаметром 5-6 миллиметров. Я использовал трубочку от поплавка. Также можно использовать палочки от сахарной ваты или держатели воздушных шариков. Более тонкие трубочки, тугоходящие и потолстые. Можно использовать трубочку от ватных палочек и что-то подобное. Эта трубочка, как боковой отвод работает как противозапутыватель лески и служит для регулировки наклона в небольших пределах. Поплавок держится на двух стопорах, одетых на леску, и с помощью них регулируется глубина. Теперь подробнее. Выточил шарик с дезодоранта. Он оказался диаметром 33 миллиметра. Теперь нужен груз. К сожалению, у меня нет листового свинца, что было бы самым удобным в данном случае вырезать и наклеить. Буду использовать, что у меня есть. Подбираю груз, чтобы шарик огрузился на одну-вторую или чуть меньше этого, так как вес оснастки в дальнейшем тоже будет участвовать в его огрузке. Для временной фиксации грузов на шарике использую резинку. Малый вес груза Малый вес груза Нормальный вес груза. Шарик огрузился почти на одну-вторую. Вес груза оказался 5,4 грамма. Следовательно, общая грузоподъемность этого шарика составляет около 11 грамм. Теперь из этого груза в форму пирамиды попробую сделать лепешку, а лучше в форму блюдца, чтобы он лучше прилегал к шарику. Ранее я такого не делал. Сначала использую молоток побольше, потом маленький. Вот такое получилось в виде блюдца. Наметил на шарике места для трубки и груза. Расплавляю толстую трубку, поджигаю ее зажигалкой, потом тушу и пытаюсь приплавить к шарику. Расплавленная трубка не приплавилась к шарику, но ничего, думаю, что лепешка на трубке, повторяющая форму окружности шарика, пригодится для приклеивания. Наношу суперклей на помеченное место на шарике. Также мажу клеем лепешку на трубке. Соединяю, прижимаю, удерживаю. Готово, приклеилось. Края лепешки завернуты, это мне не нравится. И у меня нет уверенности, что все герметично по кругу, от прохода воды в трубку. Поэтому я опять, как делаю часто, использую нитки и жидкий суперклей. После двух-трех слоев ниток капаю клей и мотаю дальше. В конце опять клей. Приклеиваю груз. Наношу клей на намеченный участок. Прижимаю груз. Теперь капаю клей с боков груза. Чтобы сделать сглаженные края этого соединения, опять применяю нитки и клей. Теперь эту незавершенную конструкцию окунаю в воду для определения, первое, высоты толстой трубки или кивка, и второе, с какой стороны в этот кивок будет стволяться Г-образно тонкая боковая трубка. Для определения высоты кивка делаю из проволочки отвод, имитирующий будущую отводную трубку. Прикрепляю на нитки примерный груз, который я собираюсь использовать. А именно, я прикрепил мормышку 0,6 грамма. Сейчас сильный наклон. Приближаю проволочку к телу. Приблизил. Вот нормальное положение кивка. Это примерно 50-55 градусов к воде. Сейчас проволочка, то есть будущее место врезки отводной трубки, находится на расстоянии от шарика на 34 мм. Длина кивка определена, а сторона врезки тонкой трубки определяется тоже на воде. Ставлю заготовку на воду и вращаю. Если кивок всегда смотрит вертикально вверх, то сторона врезки не важна. А если, как у меня, вот сейчас, допустим, кивок наклонен чуть влево, вращаю, кивок выравнивается и вот теперь направлен вертикально. Отмечаю это место. У меня оно совпадает с полоской на шарике. Вот в этой плоскости, где кивок вертикален, а в данном случае он наклонен на меня, и буду врезать тонкую трубку. Место врезки боковой трубочки будет на расстоянии 34 мм от шарика. Отрезаю трубку на расстоянии 39 мм, на 5 мм больше. Убираю ножом заусеницы, делаю, чтобы края с торца у трубки были как бы острые. Загоняю во всю трубку круговыми движениями материал ЭВА. Он почти невесомый. Это делать не обязательно. Достаточно будет только сам кончик забить трубки. Участки глубже в трубке, просто заполняю. А торцевой участок 6-7 мм сажу на суперклей. Этот материал клей не разъедает. Сверлю отверстия диаметром тонкой трубки. Убираю заусеницы. Еще чуть капаю клея, чтобы заполнить, если вдруг появились какие-то промежутки, после сверления между ЭВА и трубкой. Прочищаю сразу палочкой излишний клей. Ниже и выше отверстия наматываю чуть нити с клеем. Это для прочности и будут полоски для визуальной лучшей видимости. Готово. Теперь еще скажу о стороне врезки тонкой отводной трубки. В прежней версии не стояла такой задачи, так как трубка, которая проходила через тело, была цельная. Внутри в трубке был груз. Это было идеально симметрично. И конструкция сама центровалась. Хотя тоже желательно проверить. В этом же акробате трубка крепится отдельно. И есть большой шанс не очень четко ее приклеить или приварить к шарику. То есть как бы не под 90 градусов во всех направлениях. Также может груз быть разный по толщине свинца на разных участках. Можно и блюдце это сдвинуть. В частности, у меня так и получилось. Это блюдце прижатием немного сдвинул, и клей прихватился. И я побоялся отрывать. Думаю, что при клейке груза надо было клеем не мазать вообще шарик, а прижать груз, проверить, перемерить, что он правильно стоит, и потом просто сбоку жидким клеем капнуть. Клей бы затянуло натяжением под груз, и он бы хорошо приклеился. Но я первый раз это делал, поэтому все не учел. В общем, когда трубка и груз приклеены, окунаем заготовку в воду и смотрим, куда трубка хоть чуть отклонилась. И в этой плоскости сверлим дырку под отводную тонкую трубку. Это, конечно, не обязательно, но желательно. Это чтобы поклевки происходили в одной плоскости, и поплавок не закручивало, хотя это не слишком существенно. Ну а мое вот такое получившееся чуть не симметричное приклеивание в одном направлении, я, похоже, обратил даже в пользу. А именно, вот поплавок в данный момент на фото, он в свободном состоянии наклонен чуть влево. Отводная трубка наверху у меня движется либо до конца влево, либо до конца вправо. Леску от удочки я могу запускать, допустим, в трубку справа и выводить на снасть влево и наоборот. Влево сейчас кивок имеет свой маленький наклон и огружается в эту сторону легче, более легким грузом 0,5-0,6 грамма. Вправо наоборот кивок огружается чуть тяжелее, грузом больше, 0,8 до 1 грамма. Это мне кажется удобным, так как под разные условия можно менять варианты. И длиной боковой отводной трубки можно менять наклон. Вот, например, кивок стоит в сторону большей огрузки. Вес оснастки 0,9 грамма. Кивок находится в положении 65-70 градусов к воде. При этом отводная трубочка почти полностью высунута. Я сдвигаю трубочку примерно на 6-7 миллиметров и наклон очень сильно поменялся. Так при необходимых условиях, например, при ветре, при волне, поплавок можно сделать менее чувствительным. Вот проба. Мармышка 0,9 грамма. Насадка. Один красный опарыш плюс мотыль. Поплавок сейчас стоит в режиме большей огрузки. Поплавок сейчас стоит в режиме большей огурки. Один красный опарыш плюс мотыль. Иrant Chill. Иран Хельмон. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...